Если Петербург, а точнее Кронштадт – родина радио, то Нижний Новгород – родина говорящего радио. Изобретение Попова было крупным прорывом, но изобрести что-то – это полдела. Задача – адаптировать это под общественные нужды. Долгое время радиосигнал был уделом строго ограниченного круга лиц. Во-первых, чтобы его передать и принять, нужны были специально обученные люди, знающие азбуку Морзе. В России их называли слухачами. Как человек, окончивший университет имени профессора М.А. Бонч-Бреевича, я проходил обучение морзянки на военной кафедре. И до сих пор помню напевы, с помощью которых мы заучивали как буквы, так и цифры. «Петя, петушок, куда пошла?» Но лучше всего мне давалась цифра 3, потому что она идеально ложилась на строчку песни группы Prodigy «I got it poison». И вот представьте, как это все сложно, муторно и далеко от конечного потребителя. Но это еще не вся проблема. По современным меркам радиосигналы передавались на очень небольшие расстояния. Для их увеличения нужны были радиолампы. А они были только за границей. И покупались там исключительно для военных нужд по 200 рублей за штуку. Когда началась Первая мировая, молодой выпускник офицерской электрошколы Михаил Александрович Бонч-Бреевич стал помощником новейшей Тверской радиостанции. Молодой специалист, который понимал, что будущее за радиолампами, решает за неимением он их сделать прототип самостоятельно. Контекстуально это, конечно же, не сродни попытке собрать на коленке компьютер, но концептуально очень близко к этому. У поручика Бонч-Бреевича для производства лампы были только собственные мозги и собственные руки. И больше ничего. А для создания такой высокотехнологичной вещи, как радиолампа, нужны были нити накаливания, которые делались из вольфрама. А его в москотельной лавке не купишь. Лампа вакуумная. Чтобы откачать воздух, нужен ртутный насос. Потом сами стеклянные лампы в продаже отсутствуют. Их нужно создавать с помощью стеклодувных инструментов. Соответственно, необходимо организовать производство стекла. И все это Бонч, как его называли, сделал сам. Его непосредственный начальник, капитан Арестов, написал донос о том, что поручик ведет какую-то странную деятельность. Собрал из отходов ртутный насос, поставил его у себя у кровати ночью, теперь отравился и валяется больной. Уж не шпион ли он немецкой разведки? Прибывшая военная комиссия просто обалдела от того, что увидела. А увидела она лампу, себестоимость производства которой была почти в 7 раз дешевле, чем цена покупного иностранного аналога. Бонч Бруевичу доверили обогатить военно-промышленный комплекс Российской империи стратегически важными лампами. Вот только империя в скорости приказала долго жить. Новый начальник Тверской радиостанции Лещинский довел до сведения Ленина, что у него в наличии есть уникальные наработки и уникальный специалист. И вот тут мы переходим к одному из ответов на вопрос, почему царская власть развалилась, а большевистская устояла. Потому что Николай Второй не только не придавал значения тому, что мы сейчас называем пиаром, он в этом вообще не разбирался. А вот Ленин в данных вопросах был большой дока. Он прекрасно понимал значение пропаганды и донесения до самых широких слоев населения новых идей в максимально доступной для них форме. А когда подавляющая часть населения неграмотна, то посредством чего рассказывать им о нужных вещах? Посредством радио. А еще лучше голосового радио. Владимир Ильич не просто дал Бонч-Бруевичу карт-бланш, он нарисовал перед ним все возможности принципиальной новой отрасли. Окутать страну радиосетью, вести научную работу, издавать специальную и популярную литературу. Было принято решение перенести лабораторию сюда, в Нижний Новгород, по двум причинам. Город равноудален как от фронтов Первой мировой войны, так и от фронта гражданской. Первым делом молодым сотрудникам пришлось выселять монашек, которые жили в одном из крыльев предоставленного им здания. Для этого они воспользовались методом Карлсона, сделали из стеклянных трубок нечто подобное человеческому скелету. Сами же посредством простыней превратились в привидения и ночью устроили настоящий шабаш. На следующий день монашки исчезли. Плодотворность Нижегородской лаборатории впечатляет. В 1919 году Первый мировой прорыв. Михаил Александрович публикует теорию расчета триода, ставшую основой теории электронных ламп, которые начали выпускать. Помимо оных было налажено производство самих радиоприемников. А 27 февраля 1919 года в 10 часов 02 минуты состоялась первая в России радиовещательная передача. Вместо сигналов азбуки Морзе в эфире прозвучал голос человека. В прошлом подпоручика, а ныне лаборанта Петра Острякова. Алло, алло, говорит Нижегородская лаборатория. Раз, раз, как меня слышно? Чтобы голос мог достичь самых дальних уголков страны, а то и планеты, Бонч Бруевич первый в мире придумал лампу принципиально новой конструкции, которая обладала гораздо большей мощностью. На эту идею его натолкнул самовар, который ему напомнил лампу. Катод – это раскаленные угли внутри, которые нагревают анод, металлическую трубу, которая нагревает воду, то есть сбирает тепло. Но ведь можно поменять логику местами. Вода может анод охлаждать. Благодаря этой находке удалось повысить мощность передатчика. И 17 сентября 1922 года из Нижнего Новгорода прозвучал первый концерт, программу которого составил Бонч Бруевич, он же сидел за роялем. Вскоре в Москве открывается первая в СССР радиостанция имени Коминтерне. Она была самой мощной в мире. Ленин породил яркую аллегорию, охарактеризовав радио как газету без бумаги и без расстояния. В руках новой власти появился мощнейший инструмент по продвижению новых идей в массы. И главная заслуга в этом принадлежит Михаилу Бонч Бруевичу, сделавшим радио доступным для всех. Оставайтесь с нами и гуляйте по городу с нашими видеороликами. А можете посетить музей Нижегородской лаборатории, который находится у меня за спиной. Ссылка на сайт музея будет в описании под этим роликом. С вами был гид Павел Перец и команда проекта Нижний 800. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин